Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Может быть не в каждом сердце, который здесь сидит сегодня И который, ты пришел сюда, может быть ты не знаешь Бога еще Или может быть не знаю, может быть ты знаешь Может быть ты знал когда-то, уже имел с ним знакомство, слышал его слова Но может быть сегодня есть какие-то ситуации, есть какие-то проблемы Или может быть образ жизни, который не соответствует того Евангелия и Слова Божьего Которое однажды ты услышал и может быть начинал свой путь во Христе Это тоже бывает И Библия пишет там об этом То, что очень много примеров, очень много ситуаций Очень много разных проблем, которые есть в жизни у человека Которые у нас есть в жизни И даже христиане, которые живут, которые рождены Которые ходят прямыми путями Случается иногда то, что есть какие-то ошибки, есть какие-то проблемы Когда люди падают, когда люди стоят на коленях Еще раз, может быть перед грехом Может быть перед какими-то ситуациями, какими-то обстоятельствами В которых на самом деле ты думаешь Много раз и размышляешь о том, кого же тебе слушать на самом деле Голос Божий, который иногда он трубит Он иногда гремит как гром в своей жизни Он приходит таким образом, что ты содрогаешься Когда он тебе говорит, ты грешник Когда он тебе говорит о том, что ты идешь неправильным путем Остановись, разворачивайся в обратную сторону Ты сейчас не живешь тем образом, который мое слово говорит Ты не достоин называться христианином Ты не достоин еще чего-то, каких-то благословений Которые у меня есть для твоей жизни И на самом деле это очень страшное, прокляйся Это очень страшное состояние Но каждый человек подвержен этому Даже каждый христианин этому подвержен И мы много примеров знаем из Библии И иногда мы сами являемся таковыми людьми Которые находятся на такой ситуации На такой позиции И на самом деле я вот эти дни Не знаю, очень много вспоминал Сейчас вот Рождество Потому что, да, скоро через несколько дней Уже будет этот праздник Хотя, как бы, не знаю Немножко может быть религиозно, да Говорить о том, что 25-го, там 7-го Не знаю, какого числа, да, надо справлять Потому что для меня это больше связано С фактом, да, произошедшим Вот, 2000 лет назад, да То, что Иисус родился Вот, какой день, на самом деле Это не так важно, да Было пророчество, да Было много пророчеств, да Книга Исайя, там другие пророки говорят об этом И в конце концов это произошло, да И Евангелие, и слова сбываются Да, того, что они говорили Все произошло, так и есть И я почему-то немножко размышлял Вспоминал, да, еще, ну, в центре Как мы это все справляли Там Рождество На самом деле, очень теплые воспоминания, да Пришли в мое сердце Я думаю, что вы со мной в этом будете Вот, то, что были много слов, да Красивых, проповедей, там Объяснений, там и так далее Вот, и на самом деле На фоне этого у меня зародилось, да В сердце такое, не знаю, правильно сказать Слово или момент, да Мне почему-то охота было сказать Ну, охота сказать, и я сейчас это скажу И я уже это говорю, да О том, что на самом деле хорошо Чтобы Иисус, он родился, да В твоем сердце Аминь Чтобы Иисус, он действительно родился И он жил там, да Он находился внутри тебя Чтобы ты мог услышать его слова Однажды, которые он говорит Лично для тебя в твою жизнь Да, неважно, на каком уровне ты находишься Да, потому что мы здесь не пришли, чтобы Оценивать кого-то, да Что тех, которые впереди, сзади Первые, последние Я думаю, что как бы это не так важно Да, потому что перед Богом мы все одинаковые Да, и более того, когда мы придем Однажды, да, как в Библии написано Написано, что каждое колено Да, и каждый народ Склонится пред ним, да И там уже неважно, кто ты был Да, ты занимался бизнесом Ты был проповедником Ты работал в такси Ты был строителем Там еще кто-то, да Неважно, какие маски ты носил Неважно, кем ты себя представлял Кем ты себя показывал перед людьми Выдающим человеком Успешным там и так далее Говорю, что там это все отлетит Очень быстро Да, там Твое лицо, оно будет настоящим Перед Богом Да, там твое сердце Оно будет настоящим Перед Богом Там ты не сможешь лукавить Ты не сможешь сказать там Ну я это не специально сделал Ну я там вот пил Потому что у меня Было определенное обстоятельство Умер мой отец, моя мать, мой брат Там еще кто-то Я там употребал наркотики Ну тоже у меня были причины на это Там и так далее Или там я согрешил Или изменял Или еще что-то Потому что у меня были на то причины Там не сможешь ты оправдать Да, свою жизнь Потому что написано то, что Да, каждое колено Да, и каждый народ Он склонится пред ним И говорит, что книги будут открыты там Да, и будет записана Да, вся твоя жизнь И говорит, что будет еще одна книга Помимо Эйч Да, книга жизни И вот там как раз будут те люди Да, которые слушали слова Божие Да, и исполняли их Или что-ка одна книга будет там Да, в которой будут записаны Имена тех людей написаны Которые слушали и исполняли до конца Да, то, что Бог говорит И на самом деле Тема, да, про которую я хотел сегодня говорить Немножко, да Затронуть ее только вот с одной стороны Кого же мы слушаем, да Кого мы слушаем в нашей жизни Потому что много голосов есть Как вот Максим сказал Мы сомневаемся, когда особенно Потому что я тебе скажу, что я сомневаюсь Очень часто Иногда я встаю с утра И я уже сомневаюсь Что мне делать? Я думаю, идти мне на работу или нет Потому что мне уже не охота Да, ты что? В чем ты сомневаешься, да? Ты встаешь с утра И может быть ты думаешь Ну, мне сейчас пить или нет? Или ты думаешь Ну, мне сегодня Идти в церковь или нет? Да, сколько раз ты ловил себя на эту Мне сегодня курить определенную сигарету Женеть И может быть электронный взять Потому что это не проблема Меньше, да? Буду убивать здоровье И каждый живет на своей борьбе Каждый живет, да? Вот это Слушай, вот этот голос Да, про который мы говорили Мы сомневаемся Мы сомневаемся Мы сомневаемся, да? И, конечно же, вера Про которую тоже мы сейчас говорили Это, наоборот, противоположность Да, того Которой мы можем сомневаться Да? Вера, она разрушает наши сомнения В Библии написано Евреям 11 глава То, что Вера это есть уверенность в невидимом Да? Мы уверены в том, что Мы не видим Да? Потому что Бога мы не видим Но Иисус говорит о том Что ветер Ты тоже не видишь Да? Он дует И дышит где хочет И ты только слышишь, да? Что происходит Ты слышишь какое-то веяние Ты слышишь Что что-то происходит Какие-то чудеса Да? Ты слышишь Что люди меняются Ты сам видишь изменения внутри себя Да? Ты иногда не понимаешь Откуда он приходит И как я уже сказала Что иногда он гремит Да? Как гром в своей жизни Да? Он говорит Женя, Вадим, Саша, Костя, да? Максим Что ты делаешь? Так неправильно поступать Да? Иногда ты слышишь Да? Такой тихий голос Да? Как в Библии написано То, что Такое веяние Да? Очень Тихое, слабое Да? В котором он тебе предупреждает Да? В котором он тебе говорит В котором он тебя Да? Исправляет Какие-то моменты в твоей жизни И кого же мы слушаем Иногда Мужья слушают своих неверующих жен Да? Будучи в церкви Находясь на собраниях И будучи христианами Мужья служат своих неверующих жен Они говорят, что Ни ходи на собрание Зачем тебе это нужно? Да? Иногда люди Они с легкостью оставляют Да? Служения Оставляют Какие-то Да? Позиции Своей христианской жизни Оставляют слово Да? Топчут его Думая о том Что на самом деле Это как бы Ну, может быть Это все неправда Ну, или может Правда Но уже не для меня Потому что Я уже прожил Априлетные опыты В своей жизни И мне уже Как бы не нужно Исполнять всего То, что написано Потому что Я от этого свободен Кто-то Кто-то думает о том Что О политике Да? Слышат слова Которые говорили Со средствами Машей информации Очень много новостей И так далее И кто-то живет На этой волне Ожидая Третьей мировой войны Да? Что Наконец Уже Россия Начнет бомбить США И США Начнет бомбить Россию Все говорят об этом Когда же начнет Третья мировая война Все ждут этого Да? Но Библия О чем нам пишет Да? То, что Это То, что происходит Уже давно Мы Не боремся Да? Против того Чтобы Против США И США Против нас Да? Нам это все Показывает Иллюзионирует Да? Для нас Для людей Но если мы Посмотрим в Библию Да? Нам Библия Ясно говорит Какую борьбу Мы ведем Да? И какую борьбу Люди ведут Потому что Здесь Не то, что Даже связано Больше с людьми Да? Но здесь Говорят, что Связаны силы Силы поднебесные Да? Дух Борется Да? Дух воюет Да? Который является Святым Духом Да? И который является Духом На нечистым Дьявольским Духом И так же То, что То, что То же самое Происходит И внутри Нас Да? Вот эта война Вот эти голоса Иногда они Разрывают Нашу жизнь Да? Мы много раз Подвержены Вот этим Нападкам Да? Дьявол Который он Хочет разорвать На часть Нашу жизнь Голос плоти Мы слушаем Намного раз В своей жизни И который нам Очень сильно Мешает Идти вперед Для того Чтобы побеждать Во имя Иисуса Христа Да? Который мешает Нам побеждать Гре Да? Который приходит В нашу жизнь Который нам мешает Иногда Наступить Да? На себя Который нам мешает Иногда Приобрести Что-то от Бога Да? Приобрести веру Которая На самом деле Она Помогает нам И Спасает нас И Давайте откроем Евангелие От Луки Третья глава Прочитаем Несколько стихов Чтобы начать Хотя Мы уже начали Не знаю Будем заканчивать Или нет Ну Часа Десяча Четыре Возможно Евангелие От Луки Третья глава Двадцать восьмого стиха У вас уже напишем А я правильно Сел? А это девятый Да глава? Сейчас Одну секунду Двадцать восьмого стиха Такой нету Да? Глава Какой я расскажу Нет Есть Есть Но там Иисус Христа Это Ладно Кто Кто мне скажет Где написано Что Когда они поднялись На гору Юлионовскую Где Это самое На горную Что? Нет Когда молились Преобразился Да Преобразили Какая глава Одесса В Уке Да? Это Девятая Это Есть В каждом Евангелии Двадцать восьмого стиха Девятая Девятая Глава Двадцать восьмого стиха Что Самый Духовный Если Не беру Пятерка После сих слов Дней через восемь Взял Петра Иоанна Иаков Зашел на гору Помолиться И когда молился Вид лица Его изменился И одежда Его сделалась Белую Блистающую Его два мужа Беседовали с ним Которые были Моисея и Илья Явившись во славе Они говорили Об исходе его Который ему Надлежало совершить В Иерусалиме Петр же И бывшие с ним Отягощены были сном И он проводился Увидели славу Двух мужей Стоявшись с ним И когда они подходили Когда они отходили От него Сказал Петр Иисус Наставник Хорошо нам быть здесь Сделаем три кучи Одну тебе Одну Моисею И одну Илье И не знаю Что говорил Когда же он говорил То явился облак И осенил их И устрашились Когда вошли в облако И был из облака глаз Глаголич Сей сын есть мой возлюбленный Его слушайте И на самом деле Здесь очень ясно Очень все понятно Бог говорит И Евангелист Описывает Очень ясную позицию Того То что должно быть В нашей жизни Очень ясно все происходит Хотя бы для них Для учеников Я думаю Они были в шоке От того что они видели Кроме того что они спали На песне И они Немножко бы Задремали Там потому что Наверное они устали Весь день ходить С Иисусом И смотреть все То что происходит У них было Очень много информации Как иногда у нас бывает Что у нас головы Очень большие От информации От того что мы думаем Переживаем И так далее И здесь говорится Что когда они пробудились Они увидели облако И там был Моисей И Илья И кто это такие По сути Это Моисей Это тот через кого Пришел закон То есть это То что мы читаем Ветхий Завет Начало Библии Это Тот через кого Бог дал закон Представитель закона Моисей И Илья Это был человек Который являлся Представитель пророков То что говорится В Библии И то что Повествует о том Ну каким образом Иисус пришел Что Каким образом Бог готовил Его пришествие В нашу жизнь Ну в жизнь людей Вообще Вообще в мир Что первоначально Пришел закон Для того чтобы Человеческие пути Были выверены Были даны заповеди Которые в конце концов Написаны Начали Разрушаться Из-за греха Из-за человеческой природы Были пророки Которые начали Пророчествовать О том что Мессия придет Что Иисус придет И так далее И что же произошло В итоге Когда Уже Мы читаем Времена Рождения Иисуса Христа Никто ничего не поверил Иудеи Которые Морочили голову Себя Которые ждали Какого-то Суперосвободителя Который придет И поведет И в золотой век Который придет На коне Который будет Как Путин Который будет Сражаться Который будет Освободит их От кредитов Который освободит их От рабства Потому что Израильский народ Находился Под иго Римского народа И под правительством Римлян Израильтян Этого ждали Они ждали Освобождения И когда Они увидели Когда Иисус Пришел Обычный человек Который Обычным образом Говорил Но написано Как власть Имеющая Люди Были удивлены И говорили Не Иосиф Лето сын Не сын Лето Марии Простой девушки На самом деле И не сына Лето плотника И почему Он нам Это здесь Втирает Какие-то вещи Которые Мы ничего не понимаем Что он говорит И богохульствует Еще Плюс ко всему И на самом деле Было очень много Разговоров Написано Которые люди Слушали друг друга Ожидали Каких-то Непонятных событий И так далее Но Иисус Мне очень нравится Он здесь Немножко подальше Давайте Евангелие Откроем Одиннадцатая глава А десятая глава Десятая глава Десятый или орест? Сейчас посмотрим, духовный или не духовный. Я проверяю. Десятая глава. Я просто ничего не писал. Могу забыть. Здесь написано, что 10 глава 16 стиха. У меня есть и другие овцы, которые не сего двора, и те принадлежит мне привести. И они услышат голос мой, не будет одно стадо, я один пастырь. И я уверен, что здесь написано, когда Иисус говорит про других овец. Он говорит именно про языческие народы. Он говорит именно про нас, потому что сегодня у меня был разговор один очень интересный. И как раз на эту тему, что Рождество, какого там числа, седьмого, двадцать пятого, тридцатого, девятнадцатого, или в сентябре вообще, и вообще в марте, короче. Вот. И я начал рассказывать историю вообще образования, да, ну, христианство на Руси. И я когда вот это все рассказывал, я понял, что я вспомнил, на самом деле, вот это все, то, что произошло. Вот. Как оно нам зародилось, я это, конечно, не буду пересказывать. Но я вот этот стих вспомнил сразу, да, про который я вам говорю, что есть у меня овцы еще не сего двора. И на самом деле, когда я вспоминаю, кто такие русские, да, потому что ты на улицу вылез, например, и спросишь людей. А вы верующие люди? Тебе что скажут? Аминь. Аминь. И начинаешь там говорить про Рождество, там, они сразу спрашивают, а вы когда отмечаете? Я говорю, мы 25? Вы что, католики, что ли? Мы не католики, но, как бы, вы вообще знаете, почему вы 7-го отмечаете? Ну, потому что всегда так, ну, потому что я всю жизнь был так. Я говорю, ну, давайте вспомним историю тогда, кем мы были 10 веков назад, да, и начинаешь когда рассказывать, и вот прихожей, вот, на этот стих сразу, что есть у меня еще опция несего двора, да, язычники. вот как раз русские они как раз вот эти были и глайтовцы не сего двора и я начал когда рассказывать я говорю понимаете то что произошло на самом деле он иисус он русский был или евреи вообще не знаю может обруски никто не знает смотрите тогда получается что бог он только иудеев или он для кого вообще есть мы говорим что мы верующие там и тогда нету для всех ну поэтому поэтому этот стих на что первоначально конечно иисус он пришел иудеи нам пришел вирусалим на потому что по пророчеству должно было все сбыться и так далее там подобно потом уже да он бывает что есть у меня еще вовсе да не с этого двора и говорит что тех не отлежит привести и услышит голос мой да и будет у них один пастырь и на самом деле как важно чтобы мы услышали его голос я знаю что здесь да люди которые сидят уже слышат голос да и может быть сегодня да ты читаешь библию или ты находишься на собрании да ты слышишь слова от бога ты слышишь голос его но я не знаю может быть ты слышал когда может быть сегодня ты уже заглушил этот голос своей жизни а может быть ты приходишь уже несколько лет на в церковь может быть ты приходишь там не знаю был в центре приходишь церковь сейчас и до сих пор не знает на голосу божьего такого тоже бывает давайте быстро пробежимся я первый царство открою просто освежим одну историю это новый завет это но смотреть какой-то смотрели как я предлагаю это новый так первый царство третья глава интересная история мне очень нравится она С первого по десятый стих История про Самуила Наверное, я не знаю, многие читали Но если кто не читал, давайте быстро прочитаем, чтобы освежить Отрок Самуил служил Господу при Илии Слово Господне было редко в тех дни Видения были нечасты И было в то время, когда Илия лежала на своем месте Глаза же начали смежаться И он не мог видеть И светильник Божий еще не погас И Самуила лежала в храме Господне, где ковчег Божий Возвал Господь к Самуилу и отвечал Вот я И побежал к Илию и сказал Вот я, ты звал меня? Но тот сказал, я не звал тебя Пойди назад, ложись И он пошел и лег Но Господь в другой раз возвал к Самуилу Он встал и пришел к Илию вторично И сказал, вот я, ты звал меня? Но тот сказал, нет, я не звал тебя, сын мой Пойди назад, ложись Самуил еще не знал тогда голоса Божия И еще не открывалось ему слово Господне И возвал Господь к Самуилу. И в третий раз он встал и пришел к Илью, и сказал, вот я, вызвал меня. Тогда понял Илью, что Господь зовет отрока. И сказал Илье Самуил, пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори Господи, ибо слышит раб Твой. И пошел Самуил и лег. И пришел Господь, и встал и возвал в тот и в другой раз Самуил, Самуил. И сказал Самуил, говори Господи, ибо слушает раб Твой. И здесь на самом деле, по сути, когда мы смотрим, да, вроде ничего такого, да, ну, Верхий Завет, там, Первая книга Царств, там, Третья глава, все понятно, там, история знаменитая такая. Но мне на самом деле она показывает олицетворение, да, сегодняшних дней, которые на самом деле происходят, да, и много раз даже в моей жизни. Потому что здесь говорит то, что Самуил, он уже служил Господу, да, он там какие-то функции какие-то, уже выполнял какие-то ответственности в храме, да, что-то делал, там, на жертвовике раскладывал, там, убирался, там, не знаю, еще что-то делал, да. И говорится, что, хотя он находился в храме, да, хотя он находился, написано, там и ковчег был рядом, где он спал, да, и светильник божий горел, да, светильник это что такое, это слово божье, да. Здесь написано, что оно было нечасто, да, в те дни. И на самом деле сегодняшний день, вот я живу, например, да, и там тоже я хожу на собрание в церковь. Я тебе скажу, что иногда я ухожу оттуда, ну, не знаю, как будто я чувствую, что, ну, слов много было, а слов мало, да. Слов было много за собрание, но слов мало, да, или нет. Ты слышишь слово много в своей жизни, но слова Божьего было мало, да. И здесь говорится то, что, когда Бог позвал Самуила, да, Самуил говорит, что он не слышал голос, он не понимал, он не понимал, что это Бог говорит. И иногда в нашей жизни так происходит, да, Бог обращается к тебе, может быть, ты в церкви находишься, да, может быть, ты читаешь Библию, может быть, даже ты выполняешь какие-то вещи, да, там, может быть, ты служишь, делаешь какие-то ответственности, выполняешь и так далее, да. Но написано, что Самуил еще не знал Бога, хотя бы он уже служил, да. Иногда мы думаем, что люди, которые служат, люди, которые выполняют, все христиане, все сто процентов, все, да, здесь говорит, что он это все делал, но Бог не знал, голоса Бога не знал, понимать, что дело. Иногда мы таким образом, да, мы можем находиться на собрании, можем молиться, написано, светильник Божий горит, ковчег он здесь находится, да, как вот, Максим, да, он этого, говорил несколько пробовали, да, что это значит, откровение Божие, да, и так далее. Они рядом с нами, да, все рядом с нами находится. Его слово, его откровение, да, его направление в нашу жизнь, мы голоса не слышим, мы слышим голос нашей жены, который рядом сидит, мы слышим голос в политике, который мы слушаем в средстве массовой информации, на телефоне, читаем новости. Мы слушаем голос религии, который говорит, что давай больше жертву, и это все придет к тебе в сто раз больше, и которые все, и специальные пробовать, и так далее. Я не говорю, не подумаю, что не надо жертвовать, да. Говорят, что голос медицины, может быть, ты слушаешь, который говорит, что наркотики это все смерть, весь ты наркоман, это пожизненно, все, ты не вылечишься никогда, это вердикт. Да, на сегодняшний день мы можем сказать то, что это не так, да, и много споров происходит на эту тему. И иногда мы встаем и говорим то, что, ну смотри, я был человек, который зависимый, я был алкоголик, я был наркоман, я уже 17 лет, там, 18, 15, 4 года, 5, 6, там, 10 лет, да. Если бы ты не пришел однажды, да, или в церковь, там, или центр реабилитации, наверное, у тебя такое же мнение было тоже, то, что наркоман это все, да, человек, который идет к смерти. И на самом деле это так, и слава Богу, да, за то, что он освободил нашу жизнь, да, от рабства, да, вот этих зависимости, которым мы раньше жили. И на самом деле, да, немножко отклонились, но здесь говорит то, что Самуил, он жил тоже, да, определенной жизнью, уже, да, в завете с Богом, но голоса Божьего не знал. И вот иногда происходит таким образом, да, и в наших сердцах, то, что мы не знаем Бога, не знаем голоса Его, да, хотя бы Иисус, Он нам сказал, да, об этом, то, что есть овцы, которые, да, хотят слышать голос, которых я должен привести. И вот это, да, то, что мы прочитали Евангелие, да, где говорится, что в девятой главе, где когда Моисей, да, Илья, они были, обсуждали там с Иисусом, да, как ему нужно будет пойти, наверное, он рассказывал это, да, там, то, что мы можем представить. Он говорит, говорит, что голос был Божий, да, и сказал, что указал ясно, кого нам нужно слушать, да, каким направлением нам нужно идти, да, каким путем нам нужно идти. И на самом деле, это очень важно, да, и на самом деле, как нам этого не хватает много раз, да, чтобы в молитве, да, чтобы в нашем служении, чтобы в наших семьях, чтобы в наших работах, в которых мы находимся. Потому что иногда голос, он, да, разный приходит в нашу жизнь, голос работы иногда, бизнеса, да, денег, он тоже заставляет нас задушить иногда голос Божий внутри нас, да, Бог иногда, он становится таким очень маленьким в нашей жизни, что он что-то хочет сказать, и мы молчим, мы не даем, да, не даем этому голосу провозгласить внутри нас, да, какие-то истины, да, какие-то исправления, какое-то направление в нашей жизни. И иногда наш авторитет, он настолько велик, да, в наших глазах, что Бог, он для нас ничего не представляет. И иногда наши проблемы, они такие огромные, да, как нам кажется, что Бог для нас, он такой маленький, который он не может решить наши проблемы, иногда мы так думаем. И на самом деле это далеко не так, да, потому что, наоборот, Бог, он может, и Бог, он хочет, чтобы решить твои проблемы. Не потому что он для этого, чтобы решать твои проблемы, потому что иногда мы взываем к нему и обращаемся, когда нам плохо, да, когда мы чувствуем себя плохо, когда мы согрешили, когда мы упали, или когда мы, да, очередной раз нам что-то нужно. Иногда мы думаем, что Бог – это официант, который должен нам принести по первому нашему прошению, да, то, что нам нужно. И иногда, как Максим говорил, да, говорил до этого, то, что мы просим и думаем, он мне даст или нет, и он вообще способен это сделать или нет, и может вообще не надо ничего просить, и так далее, да. И это идет, как бы, в разрез, да, из Библии, потому что нам вот говорили, да, то, что мы должны быть настойчивы в том, чтобы мы просим, да, и, естественно, подкреплять эту свою жизнь, да, своими решениями и своим образом жизни, да, в котором мы должны жить перед Богом. И мне очень нравится история одна, знаменитая, Деяние, 9 глава, кто здесь пророк. Знает, о чем написано. Не все сразу, только вы предъявите, по одному. Давайте вспомним. Очень полезно, 9 глава, 1 стиха. Саввел же еще дышал угрозами и убийством, но учеников Господа пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учения, мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю, услышал голос, говорящий ему, Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань, иди в город, и сказано тебе будет, что тебе надобно будет делать. И на самом деле, да, вот историю, которую, наверное, ты, не знаю, сто раз, да, прочитал, тысячу раз, я не знаю, там, я не знаю, может быть, десять раз, да, один раз. Даже такое может быть. Вот, но, да, я в ней вижу очень, да, не то, что глубокий, но очень такой красивый, да, момент, который здесь говорит, что он думал всю свою жизнь, да, Саввел, то, что он идет в правильном направлении, да, то, что он даже совершает волю Божию, то, что он такой ревностный, духовный человек, да, фарисей, который, на самом деле, отстаивает. Закон, который провозглашает истину, да, который учит других людей, там, и так далее. Но говорится, что Иисус, он не знал, да, того, кто на самом деле и дал закон, да, того единственного законодателя, и того, кого действительно нужно слушать, он так и не, так и не узнал, да, в своей жизни, вот до того момента, пока описано, что Иисус пришел к нему, да, он провозгласил, да, ему и сказал, что почему ты гонишь меня, почему ты идешь против рожна. Да, и на самом деле это очень сложно, да, это очень трудно, как бы в нашей жизни сделать, да, идти против рожна, идти против Бога. Хотя бы это возможно, да, потому что если ты жил определенным образом, да, который не соответствует Евангелию, который не соответствует Слову Божьему, я думаю, что тебе достаточно трудно, да, жить, да, идти против рожна, идти против Бога. Особенно трудно, я считаю, что после того, что ты уже знал и ходил, да, определенными путями, и того, что в Библии написано, того, что ты уже знал на направлении в своей жизни, и Слово Божье, и Евангелие, да, и ходил уже путем, да, христианской жизни, после этого, я думаю, тебе еще сложнее идти против рожна, потому что ты уже знаешь, и каждый раз это крутишь, да, в своей голове, в своем сердце, что я делаю неправильно, когда ты делаешь неправильно, да, я делаю грех, когда ты делаешь грех, да, и здесь написано, что Павел упал, да, на колени, и на самом деле это то состояние, которое должно быть в нашей жизни, да, в наших сердцах, и говорят, что его объял ужас, да, он вдруг понял в этот момент, кто он на самом деле, да, и он говорит, что, что Господи, да, вот, ну, что повелишь мне делать, и когда мы читали про Самуила, одни и те же слова, да, были, одни и те же слова Самуил сказал, что, Господи, я раб твой, что повелишь мне делать, и спустя несколько поколений, да, Павел или Саввел, он говорит те же самые слова, что повелишь мне делать, да, и если, допустим, мы посмотрим других, другие места, да, вот Исаия, не так давно мы тоже говорили, что тоже, да, Бог обратился к Исаии, да, Исаия тоже, вон, затрясся весь, и он сказал, что, да, Господь, я готов, да, говори мне, что ты хочешь, я буду делать, да, и здесь написано, и для нас пример поведения, да, нашего сердца, которое должно быть на самом деле, да, что, когда Бог обращается к нам, да, когда Иисус обращается к нам, каким образом, да, какое сердце у нас должно быть, что повелишь мне делать, и Бог, написано, сказал Иисусу, сказал, иди определенное место, да, и дальше узнаешь, да, то, что я тебе скажу, да, то, что я тебе открою, и давайте евреям откроем третий глава, я уже буду заканчивать. Это ветхие, или, наверное, евреям, да, извините за вопрос. Третья глава, седьмого стиха. «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время рок-то в день искушения в пустыне, да, и на самом деле, я думаю, что каждый человек, он может, да, услышит голос Божий, и, как я уже сказал, для кого-то он будет, да, громким и ясным, да, и как труба, да, прогремит в твоей жизни, да, как гром, в котором ты больше трясешься, да, в своем сердце, в своей жизни, и окажешься на коленях, как это произошло с полом, да, окажешься у алтаря, да, его благодать, его милости, да, окажешься у Христа, как на самом деле необходимо, да, чтобы мы там находились, да, иногда, чтобы мы оказались там, на этом месте, да, где, да, как написано то, что, ну, толпа была, да, вокруг Иисуса, и когда он был на Христе, да, там были разбойники, да, два, которые были распяты, и один он хулил, да, он говорил, что, ну, если ты, если ты Христос, если ты Мессия, сойди с Христа и нас с ними, да, другой, да, он говорит, что он просто молчал, да, но просто, да, сказал определенные слова, то, что затыкал его, да, другого, который, да, говорил неправильную вещь, он говорил, что, ну, мы за свои поступки здесь страдаем, а он, он не сделал ничего, помяни меня, да, когда придешь в свое царство, Иисус ему сказал, ныне же, да, будешь со мной в раю, и на самом деле, как бы, как хорошо, да, что у нас еще осталась возможность, ну, я так думаю, да, что у нас осталась возможность еще, чтобы, да, быть на коленях перед Иисусом, чтобы действительно, если ты слышишь голос Божий, да, как здесь написано, как Дух говорит ныне, да, не ожесточите, не ожесточите своего сердца, да, потому что иногда, как мы ожесточаем, мы не то, что там говорим, да, там, а, Бог плохой, там, и так далее, и тому подобное, нет, мы иногда просто не слушаем его, да, мы не занимаемся своими делами, житейскими проблемами, занимаемся бизнесом, занимаемся своей работой, да, и не думаем об этом, не, да, делаем так, как вот сейчас говорилось тоже, да, Максим начинал, мы не живем молитвами жизнью, мы не размышляем о том, что Бог говорит, мы не пытаемся услышать его слова, не пытаемся размышлять, не пытаемся молиться, да, там, я понимаю, что это очень трудно сделать иногда, да, но в откровениях написано, да, этот стих, я думаю, всего его все знают, вот, в третьей главе написано, 21, да, говорят, что я стою у двери и стучу, да, если кто слышит мой голос, да, если кто слышит мой стук, и отворит дверь, я войду к нему, и мы будем вечерять вместе с ним, и на самом деле сегодня хорошее время, да, для этого, потому что я уверен, что ты слышишь сегодня стук, я уверен, что ты слышишь голос, да, может быть, ты в церкви, да, может быть, ты здесь сегодня находишься, может быть, ты один, я не знаю, работаешь, но ты эти слова, да, в свое сердце положи сегодня, да, я стою у двери и стучу, если кто слышит мой стук, отворит, я зайду, да, и мы будем, и буду вечерять вместе с ним, и не ожесточи своего сердца, да, думай об этом, пытайся, и я уверен, что ты услышишь его голос, может быть, тебе надо покаяться сегодня, да, может быть, тебе, да, ты когда-то уже покаялся, но упал, да, может быть, ты опять сегодняшний день в грехе живешь, ты можешь прийти к Богу, да, ты можешь быть на коленях перед ним, да, и искать его, да, блудный сын, он долгое время находился, да, в определенной местности, там, расстатился все свое имение, написано, что Дух Святой нашел его, и, да, он покаялся и вернулся к отцу, и я думаю, что это может произойти, да, в твоей жизни, потому что Бог, Он имеет милосердие, на самом деле, да, для нас, и, если желание такое есть, давайте немножко помолимся, вот, еще, и будем думать об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!